Ингушскому флагу сегодня исполнилось 24 года. Белое полотно с зелеными полосами и красным солярным знаком. Это не только отличительный знак субъекта, но и оплот его государственности. Главный символ, говорящий о достижениях, стремлениях и победах. Амина Бокова об истории создания. 1999 год. Германия. Ингушский боксер Ахмед Катиев выходит в финал чемпионата мира и посвящает свою победу родной республике. Уже по традиции на нем накидка в виде ингушского флага. Ахмед – первый спортсмен, который представляет на мировой арене символ и гордость ингушского народа – национальный флаг. Белый – как символ чистоты помыслов и действий. Зеленый символизирует религию пробуждения природы. А красный цвет олицетворяет многовековую борьбу нашего народа с несправедливостью. Когда я поднимал флаг на ринг после своих боев, я чувствовал, во-первых, гордость, чувствовал поддержку своего народа, эмоции переполняли. И мне вот хотелось именно показать в этой форме, с этим флагом, показать всю свою радость, то, что в ингушетии есть сильные люди, сильные спортсмены, что я один из них. Конечно, была гордость, что с помощью Всевышнего была такая возможность на весь мир показать ингушский флаг. Это было в первую очередь. Не только наши соотечественники славят ингушский флаг в России и даже других государствах, но и жители других регионов страны, как, например, путешественник Игорь Курсаков. Место его рождения – Удмуртия, малая родина Югра. Второй дом монобрел в Ингушетии. Игорь Курсаков четыре года назад приехал из Москвы в Чечню, а позже в нашу республику. Говорит, бросил бизнес и городскую жизнь ради свободы и мечты. Проехать всю страну на произведение отечественного автофрома «Соболь», украшенном рекламой всех возможных достопримечательностей и предприятий Кавказа. Кстати, в марте он стартовал с этой самой автостоянки и проехал, разбивая на ветру ингушский флаг свыше 50 регионов страны. И это лишь начало. Впереди еще более масштабные планы, делится Игорь. На вопрос, почему именно ингушский флаг, даже сразу не может ответить. Слишком много обстоятельств сложились воедино. О том, что вот такой город создан, эта столица самая молодая в России, знаете, сколько знает процент населения в стране? Максимум пять. Вот после таких поездок, когда люди видят флаг, многие даже не знают, как флаг выглядит ингушский. А когда где-то едешь, ну мы по трассе-то без флагов едем, потому что скорость высокая. А в городе мы всегда ставим четыре флага. И они спрашивают, а чей это флаг? Я говорю, флаг ингушетия. Я говорю, да. Впервые национальный флаг появился в 1994 году, через два года после образования республики. В основу государственного флага лег вариант, предложенный профессором Ибрагимом Дахкильговым. Еще в 1976 году в Грозном вышла книга его рассказов, обложку которой украшал солярный знак, обнаруженный ингушскими археологами и учеными на старинных сторожевых башнях. Уже с бумаги воплотить идею ученого в жизнь посчастливилась Марьям Тангиевой. Ровно неделю она работала над созданием национального символа. Вот я в тот день, когда закончилась работа, вот как положила его, вот сегодня вы видите его после того, никогда больше я его не открывала и ничего не делала. Вот этот кусок, который остался вот от того флага, вот такой шелк это был. Вот этот шелк, и мулиновые ниточки, и вот эти пяльца, все. Я с детства умела и шить, и вышивать, и вот это мне пригодилось, и я просто счастлива, что это мне довелось. Я не ожидала, что это будет. В общем, вот такие вот ниточки еще с тех пор оставшиеся. Вот такие вот воспоминания на этих предметах у нас. Изначально флаг выглядел немного иначе. На белом шелковом полотне с зелеными нитками был вышед солярный круг, который впоследствии перетерпел некоторые изменения. Что касается той символики солярной, которую мы видим в центре современного ингушского флага, конечно, имеют глубокие корни, уходят в свои истории в тысячелетия. Ингушский флаг – это для нас символ государственности. Ингушский флаг – это то, к чему стремились многие-многие старшие наши отцы, братья. Это то, к чему стремились, ради чего жили, ради чего работали, отстаивали права и уходили из жизни. С мечтой об этом флаге, с мечтой о нашей государственности. В 1999 году были внесены окончательные изменения. С тех пор ингушский флаг представляет собой белое полотнище с зелеными полосами сверху и внизу. Ингушский флаг развивается над административными зданиями республики. Он украшает верхушку смотровой башни в Магасе, и его теребит ветер даже на вершине Эвереста. Однако самым большим не только в республике, да и, пожалуй, во всем мире своеобразным флагом, можно по праву считать национальную телерадиокомпанию Ингушетия. Экстремент здания площадью более 5000 квадратных метров исполнен в виде ингушского флага объемом 25 тысяч кубических метров. Ингушский флаг занимает достойное место на международных и всероссийских, экономических, научных и культурных форумах. Ведь уважение к символу своей государственности – в первую очередь уважение к своему народу. Альмина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.